В самом начале декабря физкультурно-оздоровительный комплекс нашего города собрал рекордное количество юношей и девушек 2006-2009 годов рождения. Участников открытого турнира по самбо, организованного недавно созданной некоммерческой организацией спортивный клуб Олимп, возглавляемой Василием Скудновым. 218 человек, вот точно число, приехавших в наш город соискателей мест на пьедестале. Я очень рад, что я приглашен здесь в качестве главного судей этих соревнований. Рад за Скуднового Василия, что он организовал такие мероприятия на высшем уровне. И хочу пожелать ему успехов во всем, в подготовке спортсменов и в проведении вот таких вот турниров, чтобы они проводились регулярно, ежегодно. Главный судья отвечает за все, от света, температуры воздуха, раздевалок до того, что происходит на коврах. Какой уровень сегодняшних участников? Да, конечно, главный судья отвечает за все, за проведение этих соревнований. На высоком уровне соревнования проводятся. Борцы показывают очень хорошую технику, подготовленность. В общем, я рад. Судьи работают качественно, тоже на высоком уровне. Все квалифицированы судьи. Претензий к ним нет со стороны родителей? Конечно же нет, конечно нет. Скажем прямо, самбо в нашем городе в последнее время немножко просел. И в плане организации турниров, и в плане массовости. Как сейчас выглядят угличане? Очень хорошо, очень хорошо. Я говорю, что я очень рад. Такие соревнования, столько количества участников, такого еще не было. Более 200 человек. Я буду очень рад, если будете меня приглашать. И мы будем всегда помогать. И областная федерация, и город Рыбинск помогать Василию Искудному в проведении таких соревнований. Действительно, на угличскую землю приехали все звезды тренерского цеха самбо нашей области и городов Центральной России. И привезли с собой сильных спортсменов. Спортивный клуб «Олимпы» существует относительно недавно. Вообще, мысль организовала такой турнир масштабный у Вас. Давно появился? Да нет, все как-то спонтанно получилось. Ну, просто спросили, а что Вы не проводите там? Давно что-то не проводили. Я говорю, ну вот, есть трудности определенные. Ну, давайте, говорит, поговорим. Может, как-то будет. Все и решили. Ну, оно так все и решилось. Углич представлен сколькими спортсменами сегодня? Ну, я думаю, спортсменов больше десятка, по-моему, есть там. Больше десяти человек. Кроме Вашего клуба, это спортивная школа «Спарц» и воспитанник «Ижарова»? Да, 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 Роман Митлевич. По ряду причин, действительно, в нашем городе самбо в последнее время не так часто звучит, как другие виды спорта и как другие виды единоборств. На кого-то Вы делаете ставку из своих воспитанников в этом турнире? Ну, я думаю, должен Туреев Аслан выступить хорошо, генерал Афея. Ну, посмотрим. Лично из своих воспитанников. Ну, которые сейчас, это, ну, те, которые, ну, сейчас, как бы, камейку запасных готовят. Аслан уже сейчас в этом году будет представлять округ на ЦФО. Область выступления. Ну, в общем, вот это те, которые сейчас уже будут отбираться на Россию. Мне хочется пожелать и победы вашим воспитанникам, и победы, и призовых мест воспитанникам других школ города Углича. И чтобы ваша некоммерческая организация побыстрее вставала на ноги и составляла конкуренцию как в область, так и в России. Спасибо. Аслан Тураев не подвел своего тренера и в прекрасном стиле обыграл всех своих соперников первое место. А еще два спортсмена клуба «Олимп» Елизавета Мейлик и Никита Румянцев стали бронзовыми призерами турнира. Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok